Всем привет, продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей, художников, скульпторов Пол Кадмус. Американский художник широко известен своими яичными темперными картинами. Он создал много очень законченных рисунков одиноких обнаженных мужских фигур. Его картину сочетают элементы эротики и социальной критики в стиле, часто называемом «магическим реализмом». Я цитирую Википедию. Родился 17 декабря 1904 года на Манхэттене в семье художников Марии Латаса, басковой, кубинского происхождения, и Эгберта Каднуса, голландского происхождения. В возрасте 15 лет Каднус бросил школу, чтобы в течение 6 лет посещать Национальную академию дизайна. В 1925 году в возрасте 20 лет стал членом Бруклинского общества граверов, ныне известного как Общество американских художников графиков. Я цитирую Википедию. В 1928 году поступил в Лигу студентов искусствоведов Нью-Йорка, где брал уроки рисования с натурой, работая коммерческим иллюстратором в Нью-Йоркском рекламном агентстве. Продолжил свое образование путешествия по Европе с коллегой-художником Джарелом Френчем, который на время стал его любовником. После путешествия по Франции и Испании Каднус и Френч поселились в рыбацкой деревушке на острове Майорка. В 1933 они вернулись в Соединенные Штаты после того, как закончились деньги, где Каднус был одним из первых художников, нанятых художественными программами нового курса, рисуя фрески в почтовых отделениях. Работал в коммерческой иллюстрации, но Френч также темперный художник, убедил его полностью посвятить себя изобразительному искусству. В 1979 был избран Национальной Академией Дизайна в качестве ассоциированного члена и стал действительным членом в 1980 году. Каднус входит по версии Российского Союза Художников в число лучших художников мира за последние четыре столетия. В 1999 году умер в своем доме в штате Коннектик за пять дней до своего 95-летия. Ну вот так, вкратце, о американском художнике, широко известном своими яичными темперными картинами, Пол Каднус. Его картины сочетают элементы эротики и социальной критики в стиле, часто называемом магическим реализмом. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok